Всем привет, меня зовут Маша, я знаю, что сейчас у многих дистанционка, не нужно никуда не выходить, мне, кстати, она очень нравится, и многие просили меня в прошлом видео показать мой рабочий стол на дистанционке. Та-дам! Вот он! Всё, на этом видео закончилось, всем пока! И всем, кому понравилось это видео! Это была шутка, пока что вы поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ну что, а мы начнём! Вот мой рабочий стол, тут обычно я держу всё, что мне нужно на понедельник, вторник, четверг, ой, среду тоже, пятницу, в общем, на все дни школьные и нешкольные, кстати, тоже у меня есть всё. Я, кстати, знаю, где у меня что лежит, у меня всё отлично, мне всё нравится. Он у меня, кстати, всегда захламлёт так, потому что он уже никуда не надо выходить. Как вы знаете, на дистанционке не нужно собирать рюкзак, поэтому у меня тут лежит всё, что обычно лежит у меня по дням в рюкзаке. Итак, как вы просили его показать, давайте вместе с вами сегодня его расхламим. Пишите в комментариях, у вас во время дистанционки расхламлён или захламлён рабочий стол. Для начала давайте уберём все мои гаджеты с рабочего стола. Например, вот телефон поставим на зарядку вот сюда, наушники тоже на зарядку, тут у меня такая вот зарядка, органайзер сразу для Apple Watch, кстати, вот они. Моих AirPods'ов и ещё телефона. Супер. Ещё у меня тут есть вот такой вот планшетик, его можно будет сложить куда-нибудь, наверное, в какой-то ящик. Давайте пока что его сложим вот сюда, а что там я не буду. Так, а наушники тоже можно сложить, я думаю. Вот такие вот наушники, котики. Они ещё светятся, когда их включают, вот. И в темноте это красивее, конечно, выглядит, но так тоже прикольно. Вот такие вот наушники. Вот. Так. Дальше давайте соберём пенал и сложим все ручки, карандаши, всё, в общем, всю канцелярию. Мне либо в пенал, либо вот сюда в стаканчик. Так, у меня вот такой пенал, там, ну, обычно всё. Так, вот эта ручка запасная, поэтому складываем сюда этот клубочок, я не знаю, что тут делать. И вот уже сюда. Ещё одна ручка. Так, у меня тут есть корректор, его вот сюда положим. Маркер сюда, и ещё один запасной корректор вот сюда. Тут у меня есть линейка и карандаш. Такой вот карандашик обычный, и линейка обычная. Их мы тоже сложим вот сюда вот. Потом у меня есть тут ножницы, их вот сюда складываем. И что ещё? Ну, я думаю, следующую канцелярию мы уже найдём по ходу, когда будем разгребать все остальные тетради, какие-то ещё тетради другие и учебники. Так, давайте для начала сложим все учебники. Now, складываем вот сюда, и сейчас будем собирать все учебники вот такие вот. У меня есть украинская литература, физика, украинский язык. Что у меня ещё есть? Тут ещё какая-то. Вот, русский язык. Что ещё? Это тетради, тетради, тетради. Дневник. И что? Всё, что ли? Ну, супер. Давайте сложим вот сюда вот, в органайзер. По две книжки, я думаю, можно будет сложить вот так. Хотя, мне кажется, сюда может поместиться ещё вот так вот. Мой дневник. Вот тут две книжки. И, я думаю, можно ещё сложить сюда всякие сборники. Например, вот. И для лабораторных работ тоже можно сложить. Так. Что у меня ещё есть тут? Тетради, тетради, тетради. Ещё тетради. Практические работы. Можно будет вот сюда сложить. Потому что, ну, я думаю, по возрастанию будет идти. Или на убывание. Я не знаю, как это называется. Но ещё сюда можно будет положить контурный экран. Супер. Так. Сборники у меня где-то были. А, вот, конечно. Кстати, это вот колечко у меня ещё есть такое. Лежит, я не знаю, что он тут лежит. Ну, ладно. Положим, может, сюда вот. Супер. Так. Так, так, так. Где сборник по алгебре? Ладно, потом найдётся. Так, сборники мы складываем вот сюда. Давайте по одному. Потому что они не помещают штук. И можно вот сюда попробовать положить. Да, супер. Так, и дальше большие книжки по английскому и по немецкому. Так. Английский. Ворбук и студентбук. И ещё по немецкому. Кузбук и арбадюр. Мы складываем рядышком с органайзером в стопочку. Дальше все мои тетради. Это какой-то словночок, который я не веду. Немецкий. Украинский. Химия. Это моя контрольная по физике. Её нужно будет положить сначала в физику. Геометрия. География. История. Какая-то непонятная. Укрлит. Потом зарубежка. Английский. Физика. Теперь можно будет вложить сюда контрольную. Вот такая вот контрольная. Мы сейчас проходим, точнее, проходили уже контрольная по прошлой теме ссылы. Вот такая вот контрольная. Я, кстати, сдала её в Google класс и получила 12. 12 это максимальный балл. Ну, ты вундеркинд. Дальше у меня музыка и биология. Тоже сложим вот сюда в стопочку. Будет красиво, я думаю. Мы максимум используем 48 листов. Вот такие вот тетради. Ну, неважно какие вообще, но максимум 48 листов. 48 листов. Всё. Так, вы напишите, какие тетради вы чаще всего используете в школе. Так, у меня тут нашёлся ещё один предмет канцелярии. Это вот такая вот красная ручка фломастер. Ты сама себе в дневник оценки ставишь? Красная ручка? На твоей ручку. Фломастер. Да ладно. Мы тебя раскусили. Так, и ещё один гаджет нашёлся. Это мой айпад, на котором у меня все книги. Старенькие мои любимые. Теперь понятно, почему у Маши так мало учебников. Да? Угу. Вот. Всё. Супер. Я ещё тут нашла резинку, кстати. Резинку мы положим вот сюда вот. Я сюда их обычно складываю, чтобы потом они просто были. Но потом я их всё равно где-то ищу в другом месте. Не могу найти. Ну вот, на столе уже порядок. Осталось протереть пыль и будет идеальное рабочее место. Итак, вот мой стол уже в идеальном состоянии. И, кстати, я вам тоже рекомендую убраться на столе пока выходные, а то потом начнутся уроки и вам точно будет не до этого, как и мне обычно. И всем, как вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал в нашу Машу. И всем пока-пока-пока.